Валентина Ивановна 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 Была большая настоящая дискуссия. Неужели это на нашем колхозе будет? Неужели наши дети, значит, увидят это и дали, можно сказать, добро? Мы пришли к выводу, давайте раздавать и колбасный цех свой колхоз, и маслобойню, и хлебопекарню, потому что хлеб нам завозится за большие километры. Зачем ездить в горы за этим сливочным маслом? Когда можно? Потому что очень много держит скота у нас в колхозе, у частного сектора. Или тоже самое переработка на колбасные зелени. И я считаю, что этот вопрос своевременный, потому что он является одним из путей по решению продовольственной программы. У нас сегодня на селе большой праздник. Рождается новых пять молодых семей. Кто это семья? Надежда Павковская и Костя Русаков. Надежда работает милиоратором, после технику пришла, сейчас поступила в институт, повышает свои знания, чтобы лучше работать с землей. Костя Русаков. Пришел после армии, остался в колхозе, работает трактористом. Ежегодно появляется в нашем колхозе до сорока новых семей. И мы знаем, что будущее это рождается сейчас в наших молодых семьях. Каждый результат работы всегда зависит от подбора кадров. Именно от индивидуального подбора кадров, от познания психологии людей. С кем ты работаешь, в каком коллективе создать надо такой микроклимат, чтобы у всех были единые задачи, единые цели. И всегда, чтобы вырабатывалась каждый днем и крепла сознательность человека, которая позволяла бы повести за собой весь коллектив хозяйства на те рубежи, которые нас направляет, значит, наша партия, наше государство. Субтитры создавал DimaTorzok